Великий праздник Слова Господа Иисуса Христа Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим Чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем Бесчисленные, великие были Чудеса Господа Иисуса Христа А сколько чудес творил Он И каких чудес Вспомните, как воскрешал Он одним словом Дочь Иоира, начальника синагогии Сына Моинской вдовы И даже в озере четыре дня Уже лежавшего в гробу Вспомните, как единым словом Повелевал Он утихнуть бурному ветру И высоким вольнам улечься на озере Генесарецком Вспомните, как высущал Он пятью хлебами и двумя рыбами Пять тысяч человек, не считая женщин и детей А в другой раз четыре тысячи человек Семью хлебами Вспомните, как ежедневно Исцелял Он больных всякого рода Не только нервных больных, как думают многие А все болезни вплоть до проказы Неизлечимы ничем Как возвращал Он Прикосновением Святаго Перста Своего Зренья слепым И слух глухим Что же Ну, довольны ли было Этого? Мало было этих чудес Да, довольны Для людей, которые Открывают свои сердца Прикосподом Иисусом Христом Но совсем недовольны Другими Тем Злым Книжникам и фарисеям Которые ненавидели Его Якобы нарушавшего Закон Боисея Недовольны было тем О которых сказал Великий пророк Исаиен Слухом услышите И не уразумеете И глазами смотреть будете И не увидите Ибо огрубело сердце людей И ушами с трудом слышат И глаза свои сомкнули Да не увидят глазами И не услышат ушами И не уразумеют сердцем И да не обратятся Чтобы я исцелил их И вот И вот Ради этих упорных Тугоухих Блоховидящих Закрывающих очи свои От святой правды Счал необходимым Господь наш Иисус Христос Прибавить К бесчисленным чудесам своим Еще великое И страшное чудо Своего преображения На горе Фавория Пред ним Воссиявшим Божественным светом Ваше солнечного света Предстали Два величайших Пророка Ветхозаветных Моисей и Илья Коленопроклоненно Беседовали с ним О его исходе А ученики Которых взял с собой На гору Фавор Господь наш Иисус Христос Петр Яков И он С ужасом С изумлением Смотрели на это С трепетом Смотрели И внезапно Покрыло их Облако Из которого Раздался Глаз Бога Отца Чей есть Сын мой Возлюбленный По нем же Проговори Его послушайте И возвестили И проповедовали Святые апостолы К всему миру Что Господь Наш Иисус Христос Есть Воистину Отчая сиянье Сказал Господь После этой проповеди После того Как мир узнал О преображении Господнем Весь мир должен был Быть Спасть Ниспред Сыном Божьим И Уверовать В Него Стрепет Уверовать Но не случилось Так Не случилось И того Чтобы Присутствие Колено Проклоненных Моисея И Ильи Пред Господом Иисусом Навсегда Закрыло Злые Уста Книжников И фарисеев Ненавидящих Господа И замолкли Бы навсегда Их нелепые Отвинения В том Будто Господь Наш Иисус Христос Нарушал И осквернял Субботу И весь закон Иисус И до сих пор Евреи Не веруют В Него Не веруют В Своего Иисуса Но еще Гораздо Страшнее То Что Не только Евреи Не веруют А и Для множества Множества Христиан Прежде Верных Господу Иисуса Уже В значительной Мере Даже В огромной Мере Потускнел Свет Преображения Христова Божественный Свет Фабор Потускнел И для него Страшно Страшно Тяжел 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 Несеме Немец Божественный Госпожий А Как же Это Страшно Но Не будем Отчаивать Будем Помнить Что Есть Еще Новое Стадо Христово То Стадо Для Которого И до Ныне Сияет Свет Христов Свет Фабор Скин С какой же силой, с какой сиял он для трех избранных апостолов. Будем помнить, что этому избранному стаду говорил Господь наш, Иисус Христос. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволен дать вам за счет. Вспомним и то страшное Слово Христово, которое всегда звучит в ушах. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Господи, Господи, может ли не найдешь? Нет, нет, найдешь, найдешь. Ибо Твое второе пришествие будет страшно. Будет потрясающе страшно для тех, кто потерял веру в тебя. А тем, которые составляют Твое новое стадо, Дану не звучат Твои слова, такими словами. Когда же начнет это сбываться, тогда расслонитесь и поднимите головы ваши, Потому что приближается избавление ваше. Но разве же это невеличайшее ободрение для нас? Разве невеличайшее утешение для нас? Говорит Господь, что когда увидим мы приближение тех признаков, О которых говорил Он, как о признаках Своего второго пришествия, То не надо нам падать духом, А надо нам восклониться и высоко поднять головы наши, Ибо приближается избавление даже. Будем же, братья и сестры мои, Жить так, чтобы быть достойными в этот страшный час восклониться, С великой радостью восклониться, Ибо приближается избавление нашим. Будем же достойны этого, И мы будем унывать одни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...